Добрый вечер! Добрый вечер! Мне очень интересует сфера бизнеса. Мне понравилось все, что мы увидели на этом предприятии. С вами легко работать и легко находить общие пути решения. Для нас очень важно наладить бизнес-сотрудничество с вашей страной. На сегодня фабрика «Спартака» життевляет поставки в 20 краин света. Только в США что месяц отправляется груз, в какой у 300 тонн. При затверждении перолеку экспортного товара уличаются особенности каждой краины партнера. Так Ливану пропоновали безалкогольную продукцию, которая вытремливала горячий климат Бейрута, не сгубивший при этом якости. У страны Азии это сертификат «Халяль». В первую очередь у нас сейчас стоит вопрос тоже о получении этого сертификата. То есть сертификат «Халяль» говорит о том, что в продукции нет алкоголя и животных жиров. А это шоколад наш, шоколад, который мы делаем из натуральных ингредиентов. Подчас находжения у Гумиля делегация Ливана так само наведала свободную экономичную зону Гумиля-Ратон, отделение Гандлёва промысловая палаты, Гумильшкло и иншее предприемство города. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, телерадио «Кампания Гумиль». Сегодня Гумильский державный медицинский университет означает 25-годовый юбилей. Повиншовать с прихожей датой и обмерковать новые доследшие распроцовки приехали в учёные из всей Беларуси, а так само близкого и далёкого замежа. Святочный день почался вельми неординарно. Под обязанностями Володая Марина Северьянова. Бронзалеты с беларуским орнаментом, щирые обдымки и добрый настрой отрымливал каждый гость сегодняшнего свято. Студенты мед. университета одразу покарили своими творчими талентами. Навед подрихтовали концерт инструментальной музыки. Повиншовать своих былых студентов, а зараз уже профессоров и доцентов Гумильской высшейшей навучальной установы, приехали их выкладчики из Витебска. Сирот их и первый куратор цеперошнего ректора Гумильского мед. университета Анатолия Лызикова – профессор Юрий Радьёнов. Приехал, чтобы поздравить ваш замечательный воздуш с пятилетиями, потому что нам 25 лет было в 1959 году, когда я был только на четвёртом курсе. Вот Антолий Николаевич – сын моего учителя, акушера-гинеколога Николая Федоровича Лызикова. Я счастлив, что сын вас руководит. Сердечно поздравляю ваш университет, ваших замечательных молодых студентов, которых обнимали меня. Я тоже с удовольствием. Я хотел бы поздравить весь профессорско-проподавательский состав со столь знаменательной датой. Их профессионализм позволил за последние два года достичь достаточно высокого уровня развития нашего здравоохранения, здравоохранения Гумильской области. И мы по достоинству занимаем лидирующие позиции Республики Беларусь, благодаря как медицинскому университету, так тем кадрам, которые он подготовил. После урочистых приемов распочалась Республиканская конференция по актуальных проблемах медицины. Подчас работы 13 секций навуковцы обменялись опытом развития медицины, поделились новыми напрацовками и доследческими планами. Наприклад, одной из самых заважных тем стало обмеркование развития клеточных медицинских биотехнологий. Их применение да поможет лечить самые тяжкие хворобы печени. Але, якими б смелыми и амбициозными распрацовками не займалися студенты и выкладчики медуниверситета, основным призначением кожного уроча повинны заставаться жаданья да помогать людям. Самое главное наше достижение, самая главная цель – это, чтобы из стен нашего университета вышел подготовленный врач, чтобы он был прежде всего востребованный специалист, человек, член нашего общества, а потом уже ученый, потом уже какой-то специалист. Чтобы наши доктора, выпускники нашего вуза, их всегда отличала, может быть, такая черта, как душевность, сострадание к пациенту, способность оказать ему в любое время дня и суток помощь. Зараз во университете учатся студенты о мальстрецати краин. Тому цікавой часткой свята стала выстава-презентация «Кухни народов света». Йемен, Туркменистан, Индия, Шри-Ланка, Нигерия, Пакистан – только некоторые краины, че кулинарные шедевры, поспробовали сегодня гости свята. Завершился юбилейный день урочистым концертом. Студенты подрихтовали видовищные музычные выступления, а у адрес профессорского и кладшицкого состава прагучали самые теплые пожадания от коллег и гостей. Марина Северьянова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И еще одна урочистая подея отбывается сегодня у Гомели. Десятигодовый юбилей святкует Гомельское областное отделение Союза письменников Беларуси. День народжения вырошили означать ручением узнагород и присвоением хоноровых званев. На урочистом мероприемстве побывала наша здымочная группа. Десять годов для отделения Союза письменников Беларуси такого буйного региона, как Гомельская область, не так шмат. Але навод за этот час зроблено немало. До своего юбилея отделение подошло с важким багажом – 230 выдаденных книг. Больше, как 16 тысяч презентаций из основания международного фестиваля конкурсу «Славянские литературные дожинки». Тим, кто мает дочинение до этих достигнений, в Громадско-культурном центре уручили высокие узнагороды и адресовали словоудячности. Конечно, такое объединение необходимо, потому что все-таки опыт уже маститых писателей и баэтов и умение рассказать и объяснить, допустим, какие-то тонкости вот этого написания строк стихотворных или прозаических, конечно, необходимо. Никогда не помешает поучиться уже у тех, кто успел написать тысячи, миллионы строк, которые затронули тонкие нити, тонкие струны человеческих душ. Для вытоков зароджения Гомельского областного отделения Союза письменника у Беларуси стоял Михайс Болсу. За эти годы спад его пяра вышли четыре книги. Это поэзия и документалистика. Его праца отзначена на шматликих литературных конкурсах у Беларуси и за мяжой. В этой жденью натримал юбилейный нагрудный знак и звание гонорова член Союза письменника у Беларуси. Миновитый за этот час я познакомился ближе с многими литераторами нашей Гомельщины. Проведено шмат литературных встреч в школах, в библиотеках, университетах. И это даёт некую такую подпитку житчевую и литературную. На сёння у родах областного отделения полсотни человек наладжено супрацовнество с шастю литературными организациями славянских краин. Наступный жгод для отделения пройдя под знаком 95-го дня дня на роджение беларусского драматурга и сценариста. Нурадженца Гомельской области Андрея Макайонка. Ганна Ковалёва, Максим Савин, Игорь Марышченко. Телерадио компания «Гомель». Протягиваем выпуск. На Гомельщине изменьшается колькость аварийных домов. Шмат, які из них были побудованы больше, как полстагодзе тому, и уже не отповедали ніяким потребованиям. Радость новоселля с жихарами Будокашалёвского района поделил Олег Синтероу. Коли докладно был побудованный этот дом по улице Советской 17 у городским посёлку Уваровича Будокашалёвского района. Докладно не ведаю уже никто. Офицейная дата – 1952 год. Хоть по слову мясцовых старожилов узводить яку почали одразу пасля заканчэня Великой Отчинной. Перша початкова ён призначаўся для мясцового керавництва, але потом тут жили и наставники, и медыки. Зараз будынок не только не просасаван для комфортного життя, але и уявляе реальную погрозу для людей. Усё ж таки ёсё в таких домах некий свой, особливый колорит. Ну дзе напрыгут, убачиш яща такую широкую драулянную лестницу. Правда, жильцы попереджуўсь, па некалькі чалэек на ёй ёпш не стоять, можа валіцца. Ні воды, ні централизованного отяплення, ні газопроводу, навыц так званая зручності і тэ на улице. Адзіны признак цивілізація – электричнаць. Правда, проводка такая, што лямбачкі худка перегараюць. У апошні гады вызначалася яща одна праблема. У стяне з'явініся щэліны, а цыгла божь не трэмаецца на своім місце. Жыхары навыц жартуюць, што дом можна разабраць ўручную. У гэтым годзі адпавідну ёкспертызу зарабілі супрацовнікі Беларускага Дзержавнага ўніверситета транспорта. Паслячаго дім призналі аварійным. Там балкі перекрытия дзеревянне, це самая нісуща конструкція. Це, ані там прагиби были, жучками паедзіна. Там ідзіт промерзання дажа по стенам. Там чыць перше промерзання, ми віздзіли там сырость. І людзі, ну я не знаю, як вони там жили. В Будакашалюцькім районі найбільш знашні праблемы з аварійным жылем бэлі ўгородськім пасілку Уваровічі. Для іх варашэння на протягу пяти апошніх годів тут пободавали чатырі новыя шмат паверховкі. Двадцять дні тому жінцам апошній у гарпосілку Аварійкі выдали документы на нові акватэры. У сім'ї наставніці місцевій школи Людмилы Мельніковой жилая площа повеличилася малю троя, чим жінчина вельми задоволіна. І все іще пора нову я гэту комфортну акватэру з бэлым жылем. Тепер, каже, ні на голову нічто не зваліться, ні подлога під ногами не зламається. Большої кухні є, куди пригласить гостей, поставить большой стол, собраться, большой компаній дружний, веселий. Без опасення, що з потолка щось посып'ється. Счастье, больша кухня – це щастье для любой хазяйки. Олег Сентюров, Євген Макеєнка, телерадиокомпанія «Гомель», Будокошалівський район. У «Гомель» відбулось ушанування пераможців і призёра у республіканського конкурсу профессійного майстерства сиротсупрацовніков податковых органов Республіки Беларусь. Урадшисте мероприємство пройшло у стенах музея обласної податкової інспекції. Подробязність у нашим наступному сюжеті. Республіканський конкурс «Професійное мастерство сиротсупрацовніков податковых органов Республіки Беларусь» проводяться што год. Є накеравана на повышенню зровню молодых спеціалістів і створення атмосферы корпоративного одзінства. Фінальний етап конкурсу по традиції проходжу у Мінську. От «Гомельщини» на його було накеравана три молодых спеціалісти. Переможців визначили у трьох конкурсних номінаціях. Лепший державний податковий інспектор по роботі з індивідуальними предприємальниками і фізичними особами, лепший молодий спеціаліст у сфері уліку платяжу, а так само контрольні служби. «Гомельщини» вернулися у родний город з узнагародами. «Ми так хорошо в этом году отличились. У нас такая замечательная молодежь, которую я очень люблю. Наші все претенденты, а конкурс проводился сначала, он был обласным, он проводится так. Наші все претенденты вышли, скажімо так, полуфінал, финал этого конкурса на уровні республіки. І що особливо отрадно, це було три номінації, наші все три претендента, вони всізавоевали призові міста». Як призналися у дільниці конкурсу, перемога далася і мене лёгко. С поборництва проходила у нікалькі етапів. Треба було проставити членам журу презентacyjну роль про себе і свою професію, отказати нашу рахпитанню, продемонструвати теоретичні веды і практичні навыки. «Как ми правильно трактуємо, як ми правильно применяємо налогове законодавство, були смоделіровані различні жизнені ситуації по нашій роботі с індивідуальними предпринімателями і физическими лицями. Одновременно був конкурс, зв'язаний з робочими буднями по представлению налоговой інспекції». Собравшися з думками і емоціями, гамельчанкам удалося выдатно справиться з поставленими перед імі непростыми задачами. У выніку у трох номінаціях у наших удельниц одразу перша, другое і третя місце. Вероніка Ворошилина, Катярина Сапельнікова, Валерій Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». На гэтым випуск завершений. У студії працювала Наталія Гнатєнка. Усяго добрага і до нових зустріч у ефірі. Наталія Гапанько, телерадиокампанія.